Настоящую легенду видно сразу. К ней почти невозможно прикоснуться. Но только не для тебя. Это твоя легендарная кредитная карта Альфа-Банка. Закажите бесплатную кредитку с целым годом без процентов и получайте супер кэшбэк рублями каждый месяц. А еще бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах. Не просто выгодно, альфа выгодно. Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Александр Михаленко, и мы на Кавказе. Мог ли я себе когда-нибудь представить, что окажусь здесь, друзья, это вообще какая-то мечта. Для меня Кавказ это какие-то советские фильмы и картинки в интернете. Но то, что я здесь окажусь вживую, я не мог в это никогда поверить. И сегодня я здесь. Родители даже не в курсе, что я сюда поехал, поэтому мама, папа, если смотрите, привет, я на Кавказе. В общем, друзья, сегодня мы отправимся, наверное, к главной достопримечательности Кавказа, конечно же, к горе Эльбрус. Среди вот таких красивых пейзажей. Сейчас буду вам показывать дорогу, горы. В общем, друзья, я вас очень прошу, как никогда, поддержите данный видеоролик своим большим пальцем вверх. Ну, а мы с вами начинаем. Погнали! Дорога на Эльбрус ведет через, друзья, Баксанское ущелье. Названо оно в честь реки Баксан, которая вот она протекает. Друзья, но горы здесь просто какие-то невероятные, такие огромные. Но это мы только начали, получается, заезжать. Дальше они будут становиться только выше. И там на горизонте я вижу уже горы в снегу. Поскорее бы нам туда добраться, доехать, показать вам все эти красоты. Честно говоря, я вообще спонтанно решил поехать, потому что... Ну, ВКонтакте уже у нас было тысяча платных подписчиков. Я обещал куда-нибудь выехать за пределы Крыма. И вот мы с вами на Кавказе. Вот это красота! Вот это да! Что снимать, я здесь, честно говоря, не знаю достопримечательностей никаких. Но что буду встречать, то буду вам и показывать. Так сказать, мой опыт вне Крыма. Так, друзья, вон уже, видите, гора в снегу у нас идет. По вот такой дороге мы перемещаемся. Асфальт очень хороший, я мне, дорога комфортная, машин немного. И едем вокруг таких сказочных пейзажей. Ну, повторюсь еще раз, для меня Кавказ это какие-то советские фильмы, где показывали вот красоты этих мест вживую. Я даже никогда не мог подумать, что когда-нибудь сам здесь окажусь. Ну, наша сегодняшняя цель добраться до Эльбруса максимально близко. И, возможно, даже на канатной дороге, если она работает, подняться чуть на эту гору. Надеюсь, что все сегодня получится, что нам удастся это сделать. И порадовать вас шикарными кадрами. Взгляните на эти масштабы, которые нас встречают вот здесь, друзья. Ну, у меня слов не хватит сегодня, чтобы вам показать и описать все это. Не знаю, как быть, но мне уже нравится. Погода замечательная, сегодня обещают плюс 17 градусов. Вы понимаете, насколько жарко будет? Все мне говорили, одевай теплую куртку, бери с собой теплые вещи. На самом деле здесь прям жарко. Теплее, чем в Крыму, мне кажется. Вот уже какие горы шикарные. Ну что, друзья, поехали. Честно говоря, так далеко за пределы Крыма я еще не выезжал. Именно для того, чтобы просто ехать и снимать видеоролик. Но мне безумно хочется посмотреть на красоту нашей страны и показать хоть небольшую частицу вам. Сейчас мы движемся по Баксанскому ущелью. Это одно из самых знаменитых мест Северного Кавказа. Ежегодно сюда приезжают путешественники из разных стран мира. А общее число туристов в три раза превышает количество коренного населения региона. Ну, это как и у нас в Крыму. Летом тут тоже количество туристов превышает коренное население Крыма. Первое, к чему стоит подготовиться, приезжая в Кабардино-Балкарию, так это к большому разнообразию здешних легенд. Каждая из которых романтично и с душой объясняет сложные геологические процессы. Баксанское ущелье не стало исключением. История возникновения тектонического разлома длиной более 140 километров передавалась старожилами из уст в уста на протяжении многих поколений и дошла до современников в неизменном виде. Согласно древним сказаниям, причиной огромной трещины в скальной породе стал сам Сатана. Дело в том, что некогда в этих местах проживал набожный священник. Святость Торца была настолько велика, что одним прикосновением он поверх коварного искусителя заставив метаться от муки. Корчась от боли, тот начал бить хвостом куда попало. От этих ударов треснула земля и образовались многочисленные ущелья, самым большим из которых является Баксанское. Названо ущелье в честь одноименной реки, берущей истоки у ледников Эльбруса. Здесь же пролегает главная дорога к знаменитому двуглавому красавцу и самой посещаемой достопримечательности Кавказского хребта. В переводе с черкесского Баксан означает «пенная», однако есть и другая версия, согласно которой истоки топонима нужно искать в наречиях иранских языков. Тогда название красивейшего ущелья России можно перевести как «чистая страна». Баксанское ущелье без преувеличений считается одним из самых живописных мест России. Сегодня по нему проложена асфальтированная дорога с серпантином и уходящая вверх на 2500 метров, практически к самому Эльбрусу. В военное время по ней проходили эшелоны военных, а сам маршрут получил название «высота 910». Въезд на трассу находится в селе Баксан, однако само ущелье начинается значительно дальше, у поселка Лашкута. На протяжении всего путешествия над дорогой нависают грозные скалы. До Аула Былым известняковые выступы имеют светлый оттенок, а затем изобилие кварцевых пород приобретают более темный окрас. Дорога захватывает воображение с первых минут. Ущелье то сужается, то расширяется, постоянно меняя пейзажи за окном, а преодолев теснину Шат-Бават, взгляду открывается величественная долина реки Баксан. В закрытом со всех сторон высокими хребтами Баксанском ущелье сформировались особые климатические условия. Здесь нет резких перепадов температур, однако соседство с вековыми ледниками наложило свой отпечаток. Даже в середине лета столбик термометра редко поднимается выше 15 градусов. Ветра преобладают преимущественно теплые, но они же становятся причиной понижения давления, что нужно учитывать путешественникам с метеозависимостью. Кроме того, погода в горах всегда капризна. Яркое солнце может в считанные минуты скрыться за грозовыми облаками. Затяжных дождей в курортном регионе не бывает, но дождевики и соответствующую обувь лучше всегда иметь при себе. Так, ну мы пока еще продолжаем, друзья, ехать. Спустились тут до русла этой реки. Так, ну что, придется мне где-нибудь найти местечко. Не знаю, будут ли такие места, где вообще можно нырнуть в эту реку. Тут пока глубина небольшая. Как видим, русло сегодня не полноводное, но какие открываются красоты. Вы взгляните туда. Я не знаю, это уже есть Эльбрус или еще нет? Очень похоже, кстати. Там такие заснеженные вершины стоят. Давайте я чуть приближу и покажу вам эту красоту. Да, друзья, такого я еще никогда в своей жизни не видел. Взгляните наверх, на вершину горы. Как там красиво. Какие снежные склоны. И мы движемся в ту сторону, поближе к горе. Очень надеюсь, что работает канатная дорога. Хочется прокатиться, побывать там в снегах. Ну просто, у меня эмоции зашкаливают. Я не знаю, как вам все это передать. Друзья, ощущения невероятные. Такая красота здесь. Такие высокие горы. Так, ну что, поехали еще дальше, поближе к снегу, поближе к горе. Вон туда. Это фантастика просто. Ну что, друзья, мы все ближе и ближе становимся к этим горам. Я просто в восторге. Такие заснеженные вершины. Там еще по пути водопады. Я сейчас на водопады заедем. Надеюсь, мы все успеем тут поснимать в этой месте. Ну, конечно, все снять нереально, потому что я в Крыму живу 10 лет и все там снять не могу. А здесь нам в Кавказе-то вообще невозможно будет. Но хоть частичку Кавказа я вам сегодня покажу. Добрались мы до канатной станции. Здесь внизу расположена парковочка. Здесь оставляем машину. И уже на газельке нас должны довезти до начала станции, откуда мы начнем свой подъем. В окружении прекрасных заснеженных вершин. Но на улице прям очень тепло. И вот такая красота. Людей много. Видите, сколько там парковки машин. Все эти люди пошли на канатную дорогу. Кто просто посмотрит видами. Кто идет на трассы кататься там на лыжах, на сноубордах. Вон люди полностью в экипировке. Мы хотя бы просто сегодня поднимемся. Посмотрим на красоты. На Эльбрус. Ну, кстати, мы сейчас уже находимся на высоте больше 2000 метров, друзья. Выше Крыма получается. И поднимемся еще выше. Честно скажу, нужны какие-то солнцезащитные очки. Потому что я не могу смотреть. Снег такой белый. Так отзеркаливает солнце от него. Но, но движемся вперед. Погнали. На таких газельках нас и доставят до канатной станции. Но говорят, что уже они бесплатно возят туда. Касты нет. Что, билет на канатку купить? Ну, это же на самой канатке. Я думаю. Здравствуйте. А касты где наверху? На канатную дорогу. Если здесь и наверху. Если здесь очереди нету, там можно перезать. Это недолго. Или наверху? Да, давайте наверху уже. На верху. Так, Дзена, давайте посмотрим на карту. Где вообще мы находимся. Короче, мы где-то, походу, вот тут внизу. А где мы вообще находимся. Должен быть значок, вы здесь. Что я не вижу таких значков. Здесь, где-то мы находимся. Да, гостин. Что, на вершину Эльбруса полезете? Так. Вот мне такой нужно, если он работать будет. Бугерный нам не нужно. Ну что, друзья, добрались мы до канатной дороги. Идем на посадку. Стоимость за двоих 1800 рублей. Но это на второй уровень. Там еще третий есть. Только не знаю, там работает, не работает. В общем, сейчас пойдем проверять. Все, ждем наш вагончик. Идет наш вагончик. Вагончики такие же, как на Айпетре. Ходят, в принципе. Раньше, точнее, ходили. Но там есть еще другая, новая канатная дорога. Мы решили прокатиться по старой, потому что она повыше проходит. По высоте. А за высота 2350 метров. То, куда мы сейчас будем подниматься. Ну все, наш вагончик прибыл. Но вагончики подубитые, друзья. А на Айпетре были поновее, так скажу. Я вам и я. Ну все, друзья, начали подъем. Так, на какого суда мы поднимемся? Сначала. Ну, в итоге 3850 метров. Это конечная точка подъема на кресельном подъемнике. Но неизвестно, работает он или нет. Затащил меня товарищ Михайленко в эту историю. Сидел, друзья, тихонько в машине. В машине не интересно. Так, интересно интересно. Ага, тут очень интересно. Смотрите. Все, друзья, поднимаемся вверх. Вот она, новая канатка снизу идет. Видите? Она слишком низко идет. Над землей не особо интересно. Так, ну что, друзья, наверное, встретимся с вами уже наверху. Когда выйдем с кабинки. Ну, там и встретимся, когда проедем. Ну, что, друзья, мы на Эльбрусе, станция Мир. Сейчас пойду показывать вам виды на эти горы. Честно говоря, я не могу полностью открыть глаза. Тут нужно солнцезащитные очки. Потому что, ну, снег такой белый, нереально смотреть. Мы это сделали. Конечно, на вершину Эльбруса я подниматься не буду, друзья. Потому что там нужно останавливаться в лагере. 8 дней жить в этом лагере. Тебя будут обучать инструкторам всем этим, чтобы подняться. Но, возможно, однажды мы это сделаем. Когда-нибудь. Когда вконтакте будет 1500 подписчиков. Тогда я и поднимусь, друзья, на Эльбрус, на самую вершину. Ну, а сейчас покажу вам эти нереальные красоты. Эти горы. Ну, просто, друзья, что-то нереальное. Погнали смотреть. Поднимается сюда на канатных вагончиках. На этих на канатной дороге много людей. Но, в основном, все они уже спускаются на лыжах, либо на сноубортах. Обратно уже вагончики полупустые идут. Так, ну, а мы с вами, друзья, движемся на смотровую площадку. С которой открывается просто сумасшедший вид на все эти горы Кавказа. На Кавказский хребет. Нереально красиво. Ну, что, друзья, готовы увидеть красоту? Вот, на таком вагончике мы поднимались. Блин, тут к краю, конечно, подходить страшно. Очень скользко. Снег. Но вы взгляните на эти горы. Господи, как это красиво. Дам-та-дам. Вот это вершины, друзья. Вот это, да. Вот это красота. Я сейчас вам еще их приближу максимально близко. Так, но высшая точка Эльбруса находится вон. Вон те две вершины. В принципе, отсюда кажется, что подъем туда совсем несложный. Можно подняться. Но, на самом деле, там уже на высоте не будет хватать кислорода. Нужны кислородные баллоны. Ну, естественно, без инструктора. Без тех, кто знает тропы, туда не попасть, я думаю. А, вот это вид. Кайф. Ощущение непередаваемое. Будто мы на вершине мира. Самая высшая точка России, друзья. Высота 5 642 метра над уровнем моря. Эмоции просто зашкаливает. Так, ну что, друзья, я вам приблизил горы. Я не знаю, камера вам не передаст их высоту, этот масштаб. Но его просто нереально передать. Они гигантские. Ну, дух просто захватывается. То есть, здесь на смотровой площадке. Да, в Крыму, честно скажу, таких гор нет. Но у нас свои горы есть. Эти тоже прекрасные. Мне прям безумно понравился этот Кавказский горный хребет, друзья. Но вы сами видите, насколько здесь невероятно. Никаких слов не хватит, чтобы описать эту всю красоту. Так, ветерок поднимается ледяной. Но, честно скажу, уходить отсюда мне вообще не хочется. Потому что, когда я еще здесь побываю, не знаю, можно сказать, еще одна мечта детства сбылась у меня. Мы любуемся этими горными вершинами. Живую, не через камеру, а своими уже глазами. И это прям здорово. Дух захватывай. Так, давайте, вот так камеру по чуть-чуть буду. Вбок передвигать. Ветерок, конечно, поднимается, шатает нам камеру. Ветер полегче. Так, друзья. Сейчас мы находимся на высоте 3500 метров. И вот такие отсюда красоты. А вот это, друзья, две вершины. Это и есть самые высокие точки, получается, Эльбруса. Честно сказать, кажется, что они прям так рядом, что туда можно подняться просто так. Но туда так и не подняться. А хотелось бы побывать там на вершине. Как же красиво. Такой снег здесь белый. Такая красота. Такие горные вершины. Тут еще есть одна, получается, канатная станция. Вот она такая, открытая. Но она сейчас не работает, потому что там вверху снег, она закрыта. Пока не расчистят ее. К сожалению, наверх никак не подняться нам еще выше. Но хоть отсюда полюбуемся такими видами. Я не знаю, как быть. Мне здесь нужно и видео снять, и фоток еще миллионно делать. Давайте вот такую медленную еще проводочку вам сделаю, чтобы вы все детально рассмотрели эти горы. И это, друзья, Россия. Вот такие есть нереальные просто места. Это мы только начали, можно сказать, по России немножко ездить. Выехали в одно место, кроме Крыма. Я представляю, что нас ждет в будущем. Какие еще места мы с вами сможем посетить вместе. Ой-ой-ой, дух захватывает. Нет, нереально. Эти люди тут сидят тоже на смотровой, фотографируются. Ну что, фото на память с такого места обязательно должно, я думаю, быть. Мне тоже нужно будет сделать фотографию себе. Так, друзья, ну а вы в комментариях напишите, были ли вы на Эльбрусе, на станции Мир. Если нет, то, пожалуйста, сюда приедьте, посетите. Здесь прям невероятно. Да, друзья, я в полном восторге. Честно скажу мне, почему-то здесь уже не хватает кислорода. Хотя высота всего 3-500 метров. Представляю, как дальше будет. Так, ну давайте вид с этой стороны вам покажу, тоже на горы. Смотрите, какой снег там нетронутый лежит. Тут реально лавины могут сходить, мне кажется. А как тут вообще вороны летают? Залетели прям сюда, на вершину. Ой-ой-ой-ой, друзья, друзья. Жаль, что вас нет рядом полюбоваться такими красотами Кавказа. Как же это вообще передать? Ну, надеюсь, на камере вам хоть немного передается этой красоты, что вы любуетесь. Но невозможно налюбоваться такими вершинами. Вот еще одна канатная дорога, друзья. Но это быстрая, которая. Маленькие кабинки идут. Не-не-не, спасибо. Так. Ну, у нас как на Эпетре были вагончики. Ну, все эти две канатные дороги, они ведут сюда, на станцию Мир. Вот здесь, кстати, смотровые площадки, они никак не ограждены. Вот, вы просто стоите, друзья. Вот он обрыв. Ты падаешь и летишь, фиг знает сколько вниз. Вот, если что, точки черные-то люди катаются на сноубордах и на лыжах. Да. Не-ре-аль-но. Что здесь сказать? Ладно, я пошел делать фотографии на фотоаппарат, на телефон. Ждите у меня в телеграм-канале, в моей группе ВКонтакте, друзья, кучу фотографий. Обязательно подпишитесь на мои эти соцсети. Ссылочка будет в самом первом комментарии под этим видеороликом. Там будет миллион фотографий, мне кажется, с этих мест. Шикарно. Ну что, друзья, постарался показать вам красоты этого места. Надеюсь, вам было интересно посмотреть на вершины этих гор, посмотреть на вершину Эльбруса, хотя бы снизу отсюда. Ощущения, ну просто непередаваемые. Мы в какой-то сказке с вами находимся. Так, ну что, мне уже пора спускаться вниз, я уже подзамерз, потому что впереди нас ждут и другие достопримечательности этих живописных мест. Поэтому не переключаемся, отправляемся вниз и едем дальше. Так, друзья, ну давайте напоследок вам покажу вершины этих гор и уже будем спускаться. Честно скажу, я в полнейшем восторге. Это просто невероятно. Никаких эмоций не хватит, чтобы передать вам мой восторг. Это так красиво, это так живописно. Конечно, такие горы подниматься очень и очень сложно, потому что здесь снег, здесь скалы. Ну и плюс такие крутейшие склоны. Посмотрите, какие острые вершины. Это все туда идет Кавказский хребет в ту сторону. Горный хребет, друзья. Но я поражен. Все, плюс одна мечта моя сбылась. Ну что, я предлагаю, наверное, нам уже спускаться вниз и ехать уже на другие достопримечательности Кавказа. Мы еще здесь будем на Кавказе несколько дней, поэтому хочется на какие-то озера попасть и на водопады. Вот только не уверенно, не замерзли, либо нет. Посмотрим, короче. Но места прям сумасшедшие. Сумасшедшие. Вот это горы. Вот это красота. Ну, запомните мои слова. Однажды мы с вами поднимемся на Эльбрус. Мы это должны когда-нибудь сделать. Поэтому будем к этому теперь стремиться, чтобы побывать на самой вершине. Конечно, там восхождение довольно-таки опасное. Но мы должны это сделать. Кто, если не мы, если не наш экстремальный канал, друзья? Поэтому все впереди. Все нас ждет самое интересное. Но горы, конечно, не могу выключить камеру. Не хочется ее выключать. Хочется вот снимать, показывать постоянно вот такой вид вам с этой смотровой площадки. Так, вот так еще немного давайте отдалю. Покажу вам такой общий ракурс и будем спускаться вниз. Сумасшествие. Горы Кавказа, друзья, меня поразили. Обязательно сюда еще вернемся. Ну все, друзья, погнали с вами на спуск. На эти красоты мы налюбовались. Сейчас пойдем смотреть другие достопримечательности Кавказа. Их здесь миллион. Все, конечно, мы посетить не успеем, но на некоторые нам удастся попасть. Все, скорее вниз. Осталось научиться кататься на лыжах, чтобы потом приехать и спуститься еще отсюда нам на лыжах. Так, ну все. Я пошел на спуск. Никанорыч уже давно спустился, потому что он замерз. Приехал в летней одежде. Ну, в принципе, здесь, друзья, не так холодно, я вам скажу. Когда я был на Чаттердаге, вот в тот день подъем, я замерз намного сильнее, чем вот здесь на Эльбрусе на высоте 3500 метров над уровнем моря. Температура комфортная, руки даже не особо мерзнут без перчаток. Поэтому, я не знаю, ветра самое главное. Если был бы ветер, то, конечно, бы я замерз намного сильнее. Тогда на Чаттердаге был очень сильный ветер. Все, идемте на посадку в наш вагончик. И нужно что-то уже перекусить. Сейчас спустимся вниз. Там кафешки. Так, ну все, идемте на спуск. На настоящие горы мы сегодня с вами посмотрели. И вот нас уже ждет здесь наша кабинка. Тогда давайте еще разочек покажу вам вид в окошко. Вон там мы только что были на смотровой на этой. Все, движемся на спуск. Ой, е-мое. В принципе, как на Айпетре почти. У нас была такая канатная дорога. Видите, люди вот так на кабинках поднимаются внизу, прям под трассой канатной проходит трасса, там, где уже на лыжах люди спускаются. Но трасса здесь такая прям огромнейшая. Для того, чтобы на лыжах, на сноуборде спуститься. Да, но кататься бы еще научиться, а вообще было бы здорово. Ну все, друзья, идем вниз. Мне безумно понравилось здесь. Давайте поменяю батарейки, там уже походу где-нибудь включусь. Найдем сейчас какую-нибудь кафешку. Перекусим и поедем дальше. Так, еще нужно показать, наверное, место, где мы остановились. Но мы два дня там, два дня там будем останавливаться. В разных местах. Но об этом уже чуть позже вам расскажу. Ну вот уж здесь незавидно проходит горнолыжная трасса. И вон люди гонят там. Прикольно, конечно. Среди такой красоты. Так, друзья, ну здесь тоже есть на канатной станции пересадка. И сейчас вот мы пересаживаемся в следующий вагончик. И уже спускаемся вниз. Видите, вагончики поднимаются медленно. Чтобы попасть вот в такие пазы. Но обычно, как и Найпетри, они так же стучат об них. Людям внутри пугаются. Но на Найпетри мне было страшнее, потому что там под тобой высота такая большая. А здесь-то прям вот, даже если кабинка оторвется, падать в принципе недалеко. Но если она, конечно, поедет под снегу, то да. Тоже жесть будет. Видите, на подъем, друзья, очень много людей. А на спуск всего лишь два человека будет в кабинке. Вот так. Я и вот девушка. Вот так все и происходит. Ладно, пойдемте садиться в кабинку и уже спускаться, потому что я уже прям проголодался. Такого жесть я мужу скажу. А вы сами откуда? С Ростова. С Ростова? Да, у нас пару лет назад подарок получали с Крым. Когда он бутылку нашел, помните, выложили вечером, а мы ее нашли, и он утром дозвонился вам. Я уже этого не вспомнил, но я больше всего что-то расставлял. Ну да. Вот, и мы ее нашли в пещере. Когда это было в Крымке, такая пещера, что только больше никак там не пролезли. Вот это он вечером полез. А мы с дочкой ждали его в пещере. Ну и тогда было там сколько? Наверное, вот три назад было. И пять лет у мамы. Так, а вы катаетесь? А? Катались? Ну, а катается, муж у меня с другом сейчас катится, а я не катаюсь, я не любитель. А вы сюда на дом? А я поснимать, я просто. Да? Да. Одним днем? Сюда, да. Еще хотим пару мест там позаезжать. Будете в своем? Да, да, да. Я посмотрю. Ну, конечно. Спасибо. Мы уже практически спустились. Вон она, нижняя наша площадка. И вон вдали стоит парковка. Никонорыч уже там ждет меня. Поэтому мне нужно добраться до парковки. Встретю, кстати, своих зрителей. Здравствуйте. Здравствуйте. Из Ростова. Очень приятно. Это все те зрители, которые когда-то нашли бутылку в пещере. С призами, получается, да? Да. А там записка была? Да, да, да. И потом призы мы вручали. Вот так. Мир тесен. Да. Ну, а это город. Где бы еще встретились. Где бы еще встретились. Вас прям как-то не ожидают. Ладно, друзья. Доберусь до Лизы. Там уже я включусь. Я уже спустился. Посмотрели на горы. Это прекрасное место. Когда-нибудь мы покорим Эльбрус. Это 100%. Ну, а сейчас мы отправляемся уже дальше. Здесь внизу вообще тепло. Никакого ветра нет. Мороза нет. Где-то градусов плюс 10. Хотя сейчас снег лежит. Но он уже по-чуть начинает таять. И, кстати, неожиданно приятно было встретить своих зрителей на Эльбрусе. Очень круто. Так, ну что, друзья. Остановились мы на обед. Вот моя еда. Картошка фри, картошка по-киевски. Сок, айран, борщ и салат оливье. И соус картошки фри. А хачины? Еще и хачины. Две штучки будет. Ну, все. Всем приятного аппетита, кто смотрит. Так, друзья. Принесли еще одно блюдо. Вот это хачины. Здесь 4 штучки. Вот так они выглядят. Сейчас будем дегустировать. Похоже на... Правда, на 4 части поеду. А мы... Нет, это 4. По два. Похоже на этот, как его называют? Янтых. Ну, чем-то, да. Только не было с гибером, поэтому... С сыром, зеленью. Такая же, в принципе, обжарка. В общем-то, сейчас будем дегустировать. Ну, вот, наш Александр пробует знаменитые. Кавказские хачины приэльбрусские. Вот так они выглядят, друзья. Да, вот. Прямо под эльбруссом сидим, пробуем. То есть, это, по сути, круглый такой пирожок. Очень мягкое тесто. Очень такая нежная начинка. И, вот, все, кто приезжают приэльбрусси, обязательно этих хачины едят. Вот он решил их есть руками. Дайте, пробовать. К ним подают самодельный, настоящий Айран. Правильно их есть руками. Дайте, я расскажу, на что похоже это. Это похоже на янтых. Только тесто немного тольше и начинки больше. Тесто немного другое, чуть побольше начинки. Нежное такое. Их стараются не делать с мясом, а стараются, в крайнем случае, делают с ливером. А так, картошечка, вот у нас есть такие они. Ну, вкусно. А это чем? Это с картошкой. Это с картошкой. Попробуем. Попробуй это с картошкой сейчас. Нет, с картошкой они прикольные. Вот эти прям вкусные. Зелени мне понравились и с творогом. С картошкой тоже вкусные. Картошка, как просто пирожок с картошкой. По вкусу. В общем, приезжайте к приэльбрусси, кибердадамбай, артиск. Капказские северокавказские курорты. Вас обрадуют вот такими вот хычинами. Но мы едим и отправляемся туда. На место дислокации. Завтра у нас новый день. У меня все в одном ролике, короче, будет. Сейчас покажу вам, где мы остановились, короче. Будет уездное заседание кухни холостяка. Нет, все, мы переместились уже. Так, друзья, показываю квартиру, в которой мы остановились. Квартира в городе Черкесск. В принципе, мы здесь пробыли несколько дней и отсюда выезжали по некоторым локациям. Вот так она выглядит. Стоимость аренды 2000 рублей в сутки. Но, в принципе, есть все необходимое. Вот такая кухня. Что здесь вам показать? Ну, в принципе, для пасты стандартная квартира. Мебель, кухонный гарнитур. Все присутствует. Два спальных места. Телевизор. Балкончик. Квартира, кстати, очень теплая. Отапливается так жарко, что иначе приходится открывать окна. Вот такой балкончик. Виды здесь особо никакого нет. Просто на соседние дома. Вот так выглядит город Черкесск. Ну, а мы сегодня отправляемся уже дальше в наше небольшое путешествие. Я уже соскучился, друзья, по Крыму. Я хочу в Судак. Не могу я долго без Судакажей. Все, друзья, раннее утро. Я только проснулся и уже сразу ехать надо. Короче, мы погнали в дорогу. Смотрите, куда дальше проедем. Я, честно говоря, сам еще не знаю, куда мы едем. Чисто вот так все наугад по месту уже решаем. Куда в глаза, в общем, глядя, туда мы едем. Все, погнали дальше. Следующая наша локация находится недалеко от Донбая. Мы движемся на горные озера. И там мне предстоит пеший поход в горы к этим озерам. Там должен быть еще водопад. Но вопрос ли, реки, воды немного. Поэтому будем уже смотреть там по ситуации. Но до озер в любом случае я сегодня должен дойти. На заднем плане там горы в снегу. Но вам, к сожалению, их не видно. Сейчас приближу, вам покажу. Едем мы, друзья. Вон в сторону этих гор. Конечно, пейзажи здесь очень красивые. Высокие горы, леса, реки. Мне безумно нравится. И сейчас с вами отправимся еще в пеший поход. Там набор высоты 700 метров. Я не знаю, как я буду передвигаться, конечно. Но до озер сегодня я просто обязан дойти. Хочется посетить такие места, именно природные. Там, где шикарная природа, где поменьше будет людей. Поэтому наш путь лежит вон туда. Все, поехали. День световой еще короткий. А нужно успеть пройти много километров, чтобы добраться до этих озер. К сожалению, из-за большого снега и опасности схода лавин, тропинки до озер и водопадов зимой закрыты. Но будет повод сюда вернуться еще разочек. Ну а мы отправляемся дальше по военно-сухумской дороге А155 вдоль реки Тиберда через одноименные аулы и город едем в Дамбай. Населенных пунктов с названием Тиберда здесь аж 4. Город-курорт Тиберда и аулы Новая, Нижняя и Верхняя Тиберда. Если участок военно-сухумской дороги от Верхней Тиберды до курорта Тиберда просто красив, то дальнейшая дорога в Дамбай, ну, меня просто поразила, друзья. Чем ближе к Дамбаю, тем краше. Так, друзья, хотелось еще более подробнее рассказать про эту дорогу, потому что у нее есть интересная история. Эта дорога известна еще с начала прошлого тысячелетия. Через нее существовал караванный путь, называемый Турецкой тропой, который выполнял задачу связи между народами, обитавшими по обе стороны главного Кавказского хребта. Строительство дороги для колесного транспорта осуществилось еще в Царской России. Началась стройка в 1894 году и закончилась в 1904. Дорога была проложена через Клухорский перевал высотой 2781 метр. Проект подразумевал еще и строительство железной дороги, но планы перечеркнула революция и Первая мировая война. Во время Великой Отечественной войны дорогу использовали для переброски военной техники. Из 1946 года для движения автомобилей больше она не использовалась. Хотя на советских картах она еще долго указывалась в качестве действующего шоссе. В советские времена по военно-сухумской дороге проходил всесоюзный туристический маршрут номер 43. Путевку, продолжительность которой составляла 20 дней, можно было получить через профсоюз предприятия или купить самостоятельно. Этот маршрут первой категории сложности был доступен как для новичков, так и для опытных. Начинался маршрут с радиальных походов из поселка Тиберда. Далее туристов перевозили в поселок Дамбай, откуда по военно-сухумской дороге они добирались до турбазы Северный приют, где ночевали, затем через Клухорский перевал одним днем проходили к турбазе Южный приют в Кадорском ущелье. И заканчивали свой поход в городе Сухум. После вооруженного конфликта 1992 года между Абхазией и Грузией дорогу закрыли, и пересечь границу по ней сейчас нельзя. Перед рекой Ганачхир военно-сухумская дорога уходит налево, но нам нужно ехать прямо. Тут мы выходим на финишный участок. Около 6 километров по дороге А-155 вдоль реки Аманаус до поселка Дамбай. Здесь дороги впереди крупно и отчетливо будет видно красивейшую вершину Дамбая, Белого Каю, 3861 метр над уровнем моря. Ну что, друзья, мы в Дамбайе снова идем на канатную дорогу, смотреть на горы и на вершины гор. Билетик здесь стоит, цена за человека 2000 рублей, чтобы вы понимали. Сейчас посмотрим, что за 2000 рублей мы здесь можем с вами увидеть. Так, ну что, друзья, вот так выглядит сама канатная дорога, такие небольшие вагончики. Ну, здесь в основном сейчас людьми лыжники и сноубордисты отдыхают в этом поселке, катаются. Ну, а мы приехали, чтобы просто посмотреть на красоту этой природы. Погнали! Многие имеют смутное представление о том, что такое Дамбай. Что это? Поселок, курорт, горнолыжный комплекс или название некой горы? Но на самом деле все эти ответы будут правильные. Изначальное название Дамбай происходит от вершины горы Дамбай-Ульген, высота которой составляет 4046 метров над уровнем моря. Хотя почти вся горная территория Дамбая относится к Российской Федерации, гора Дамбай-Ульген расположена прямо на границе России и Абхазии. Название Дамбай с карачаевско-балкарского переводится как зубр. Эти животные действительно когда-то водились на Северном Кавказе. Последнего зубра здесь убили в 1927 году. Название Дамбай-Ульген переводится как место, где убили зубра. Эта горная территория чрезвычайно красива, поэтому еще с советских времен поездки в Дамбай популярны не только среди горнолыжников и альпинистов, но и у нас обычных туристов. Вот что сказал о Дамбайе его исследователь, швейцарский альпинист Андреас Фишер, участник первого задокументированного восхождения на местную вершину Белолакая в 1904 году. Эта местность напоминает западные Альпы, в особенности дофине. Но красотой, богатством ледников, роскошью лесов и растительности превосходит все, что можно видеть в Альпах. Красивейшее место, где в реку Аманаус впадают реки Алибек и Дамбай-Ульген, называется Дамбайская поляна. Именно здесь находится центр всей территории Дамбай, одноименный курортный поселок. Да, друзья, я не знаю, поднимемся ли мы с вами повыше. Потому что здесь часа 2-3 придется стоять в очереди. Смотрите, сколько людей на канатку, на следующую его. Жесть, конечно. Ну, сейчас я попробую выстоять, потому что хочется повыше забраться все-таки. Но людей жесть как много. Езжайте лучше на Эльбрус. Там хотя бы людей в раз в 10 меньше было. А здесь прям... Как выстоять в такой очереди я не представляю. Дамбай, 2277 метров. Мы сейчас на такой высоте находимся, но нужно еще повыше добраться. Только таким образом, кто мне ответит. Да, друзья, очередь, конечно, жесткая. Посмотрите, я почти уже выстоял. Это для тех, кто захочет подняться наверх. Это для тех, кто захочет подняться. Мы на самой высшей точке в Дамбайе, куда можно подняться на канатной дороге. Пойдемте смотреть на виды. А мы здесь прямо в окружении гор получаемся. Вон туда сейчас зайдем. Здесь, друзья, намного холоднее, чем вчера было на Эльбрусе. Здесь ледяной ветер. Я еще одел легкую куртку. Хотя внизу погода плюс 20 сегодня. Но здесь наверху настоящий мороз, настоящий север. И, друзья, ну просто какие-то сумасшедшие горы. Такие высокие, острые, снежные. Я не знаю. Это действительно очень красиво. Ну, конечно, сюда еще канатка открытая идет. Не в кабинке ты едешь. Там две пересадки у меня было. И вот две эти канатки, они открытые. На них холодно ехать. Так, ну пойдемте в самый, в самый, в самый туда конец станем. Посмотрим на горы хоть. Так, друзья, ну. Вот они, горы. Красота. Что сказать здесь? Ради гор сюда я и приезжал, чтобы посмотреть на горы Кавказа. Мне кажется, удалось мне это сделать по полной программе. Посмотреть на такую красоту своими глазами. Что вы понимали, Дамбай, где находится, вон домики маленькие, где-то там внизу, друзья. Оттуда мы на канатке добрались сюда, до снежных вершин, до этих пиков горы. И ощущения, ну просто. Здесь, кстати, виды, как по мне, покруче, чем на Эльбрусе. Потому что здесь вот эти горы, они прям как-то рядом с тобой, кажется. Вот они. Рукой здесь подать до них. Ох, ветерок ледяной. А еще на канатке на открытые спускаться. Жесть, конечно. Так, друзья, ну что, любуемся красотами Кавказских гор. Конечно, да, в такие горы просто так не подняться. Здесь нужно очень много, я думаю, тренироваться. Очень тепло одеваться. Нужно быть, короче, в хорошей, суперской, я бы сказал, физической форме. Я не знаю, поднялся ли бы я на такую гору. Вот, допустим, из Дамбая, я смотрю, его туда подняться. Наверное, нет. У меня бы так не получилось. Так, давайте на другую сторону выйдем. Тут же, друзья, со всех сторон горы. Мы прям как будто в центре стоим, я вам так скажу. Реально, посмотрите, друзья, со всех сторон горы. Как же красиво и холодно. Вот это и есть Кавказский горный хребет, друзья. Давайте на ту сторону встанем. Здесь, кстати, не так много людей, как было там внизу в очереди. Но там в основном все те, кто катает на лыжах, они поднимаются. И там на второй канатке уже катятся с горки. Так. Давайте вот сюда еще зайдем. Е-мое, еще спускаться, друзья. Смотрите, приехали, получается, отсюда, по тому ущелью ехали. Ох, е-мое. Вот она, самая верхняя канатка, по которой только что поднимались. Она, получается, открытого такого типа. В ней так холодно ехать было. С этой канатки еще идет одна вниз. И там еще одна вниз идет, третья, которая уже сам Донбай ведет. Так, ну что, друзья, как вам такие горы? Вот это я и хотел, честно сказать, увидеть. Вот эту красоту, вот эту мощь гор. Потому что такое можно увидеть только на фотографиях, либо в интернете, в фильмах. Но вживую, конечно, масштаб вообще. Камера вам не передаст, как они выглядят, друзья, вживую. Это, конечно, нужно видеть. Мне бы камеру как-то установить и пройтись бы на фоне гор, чтобы запечатлеть себя на фоне Кавказских гор. Пойдемте искать какую-нибудь локацию. Ну что, друзья, мы на Кавказе. Посмотрите на эту красоту. О-о-о. Это нереально красиво и холодно. Друзья, очень красивые горы Кавказа. Камера нет. Камера. Камера даже падает от этого ветра. Но это красиво. Итак, друзья, еще делаю пару кадров, делаю фотографии и все. Быстренько, быстренько вниз отсюда. Ну что, друзья, чуть приблизил для вас горы. Конечно, сильный ветер. Камеру даже сложно держать. Может быть, немного шататься, но зато вы посмотрите на настоящие высокие горы. Ой-ой-ой-ой. Как же холодно. Руки просто замерзают. Но я должен вам это показать. Кто, если не я, сюда поднимется и покажет вам эту красоту. Вон, внизу Донбай. И куда мы с вами забрались. Сумасшествие. Ну что, друзья, ради этого мы сюда и приехали, чтобы посмотреть на вот эту красоту, на эти шикарные горы. И мы это сделали. Я такой счастливый. Здесь такая природа. Здесь так шикарно. Ну, вы сами видите, как. Не знаю, тут в горах можно кричать или нет. Вдруг еще лавина сойдет. Потому что снега там очень много. А внизу люди. Ну, друзья, увидели с вами Кавказские горы. Еще одна мечта исполнилась. Это очень круто. Обязательно побывайте на Кавказе. Посмотрите на эти горы, что здесь сотворила природа. Вы останетесь в полном восторге, так же, как и я. Ощущения, ну, просто какие-то непередаваемые. Но я не видел никогда таких высоченных гор. Тем более, столько снега здесь. Не знаю, как будто другой мир для себя открыл. Мне кажется, что мы вообще не в России. Где-то непонятно где на Антарктиде. Потому что вот эта вся красота, друзья, в России находится. Вы представляете, сколько невероятных мест у нас в стране. Просто невозможно все их показать, объехать. Но по чуть-чуть будем стараться это делать. Ладно, сейчас еще сделаю несколько подсъемчиков с видом на горы, чтобы полюбовались вы. И пойду уже спускаться. Ну что, друзья, я возвращаюсь обратно уже на канатную дорогу. Пойду спускаться. Надеюсь, хоть немного мне удалось вам показать красоту этих гор. Честно, я под огромнейшим впечатлением. Ну, друзья, никакая камера вам не передаст этой природной красоты. Это нужно просто видеть своими глазами. Тем более, если вы живете где-то здесь рядом. Ростов, допустим, вот в тех краях обязательно сюда приедьте. Сколько там ехать? День приблизительно. Но, друзья, такие впечатления получите нереально. У нас, в принципе, еще осталось пару дней на Кавказе. Но все, что хотел увидеть, я увидел. Почти. Я хотел еще озера увидеть. Но, к сожалению, озера замерзли. Там лед на них. И к ним закрыты сейчас тропы. Не пройти. И я хотел просто увидеть вот эти горы своими глазами, друзья. И я их увидел. И я прям в восхищении. Это очень красиво. Такие масштабы, конечно, здесь. Ну, представляете, все горы практически трехтысячники. Огромнейшие. Все. Пойдемте спускаться. Все еще на канатке буду, друзья, на спуске. Может, подсъемы какие-то делать. Ну, отсюда, вроде бы, вам все показал. Мы немножко тоже отдалились от канатной дороги. Я отошел немного в сторону сюда, чтобы показать вам. Теперь обратно придется подниматься. Да, места, конечно, потрясающие. Все. Погнали вниз. Мы уже спускаемся вниз. Посмотрели на эту природу. Что хочу сказать. Я просто неимоверно счастлив, что увидел все это своими глазами. Немного даже показал вам в этом ролике. Но у нас еще есть два дня. Я не знаю, на что их потратить. Я хотел увидеть вот это. Вот эти горы Эльбрус. И подняться вот сюда, в Донбай, к вершинам гор. Ощущения непередаваемые. Ну, а дальше, не знаю, что по пути нам будет встречаться, то и буду вам уже показывать. Видите, какая здесь открытая канатка. Когда ветер, тут реально очень холодно. Сейчас вроде бы ветра нет. И спуск более-менее нормальный. Так, ну все, идем на спуск, друзья. Сейчас вам покажу еще вид от первого лица. Как вам показать? Вот так, в принципе, можете посмотреть за моей спиной. Не знаю, там будет вам видно или нет. Но, друзья, видно вот эти все горы невероятные. Ну, давайте я в руки камеру возьму. И уже с рук вам покажу здешние виды. Красота. Жаль, что я не умею кататься на лыжах. Но тут такие горки, слушайте. Как тут, тут даже есть дети катаются. Ну, прям реально страшно. Если я буду ехать, я тупо прямо буду ехать и куда-нибудь вылечу с трассы в обрыв. Но тут нужно поворачивать уметь, тормозить. Ну, видите, видимо, с детства они обучались самого. И умеют вот так уже гонять по этим трассам. Так, ну, показываю, друзья, вам вид от первого лица. Вот такой у нас спуск. Конечно, шикарно. Видите, вот они люди. Прямо под нами катаются. Кто на лыжах, кто на сноуборде. Вот так гоняют. Вот этот вот ребенок лично поехал. Как они так научились ездить, не представляю. Ну, вот там тоже впереди на горке. Видите, там много людей. Там проходит обучение на вот этом небольшом склоне. Ну, чтобы так катать, я думаю, несколько лет нужно учиться, как они. Там такие есть склоны, повороты. Прямо опасные, реально. Но люди молодцы. Очень много людей на лыжах. И не знал, что в России столько любителей покататься на лыжах существует вообще. Прямо реально. Что на Эльбрусе мы были, там тоже было много людей. Что здесь? Здесь еще раза в три их больше. И не знаю почему. Может, здесь просто трассы получше, чем на Эльбрусе. Для лыжников. Но здесь люди... Либо сюда ехать не так далеко. Но здесь людей в три раза больше, чем было вчера на Эльбрусе. Друзья, вторая канатка. Идем вниз. Это хотя бы быстро спускает. Но тоже открытое. Так холодно. Холодно. Люди вон поднимаются. И вниз уже, видите, по трассам спускаются. Вот так, видите, едут. Е-мое, поскорее бы в закрытую уже. Интересно, сколько уже времени. У меня телефоны на вершине, друзья. Все просто разрядились от холода. Отключились. За буквально пару минут. Как на вершину мы поднялись. Так, ну все. Идем вниз. В Дамбай. Небольшой этот городок. Вон он. Удивительно, как GoPro еще не выключилось. Ну, в принципе, друзья, в Дамбай особо показывать нечего. Там очень тоже много людей. Там в основном гостиницы, кафешки расположены. И все. В общем, сейчас поедем обратно искать какие-нибудь еще интересные местечки здесь на Кавказе. Может, что-то отыщем еще интересное. Посмотрим. Водопады бы и озера хотелось. Но водопады, которые сейчас в горах, друзья, они все замерзшие. Под снегом. Там озера тоже замерзшие под снегом. Поэтому, не знаю, нужно где-то вдали от гор поискать. Там, где нет морозов. Там, где нет холода. Все, на спуск скорее. На горы мы сегодня насмотрелись вдоволь. Спустились с этих открытных канатных дорог. Очередь до сих пор не изменилась. Она здесь, мне кажется, и не меняется. Люди спускаются и заново идут подниматься. Так, я хочу вам показать вид на Дамбай отсюда со смотровой площадки. Там, тадам, тадам. А, его отсюда не видно. Тадам. Короче, вот там, за этим зданием Дамбай внизу. Ну ладно. Что я предлагаю? Я предлагаю нам идти уже на нормальную канатную дорогу закрытую и по ней спускаться обратно в этот городок и отправляться в наше путешествие дальше, чтобы увидеть как можно больше различных природных красот Кавказа. Здесь внизу погода солнечная, на улице тепло. Очень много людей. В принципе, вот так и выглядит Дамбай, друзья. Небольшое поселение. Что можно сказать, горнолыжный курорт. Здесь вы сюда приезжаете только чтобы покатать на лыжах. Ну а мы приехали посмотреть на горы. Так, ну что. Давайте искать парковку нашу, где стоим мы. И будем отсюда уже выезжать. Ну тут различные сувениры можно приобрести. Кофеек, перекусить. И в основном тут, видите, отели. Там еще есть верхний, тоже такой небольшой поселочек. Верхний Дамбай я его назвал. Там тоже пару отелей есть. Аж в горах. Так. Мы возле вот этого старого здания заброшенного. Где-то остановились мы на машине. Сейчас будем искать, друзья. Парковка 300 рублей в день стоит. Ну и тут, видите, сразу в центре канатка расположена. Ну, в принципе, друзья, здесь уже снизу показывать особо нечего. Просто рынок сквошной. Поэтому мы с вами перемещаемся уже дальше на следующую локацию. Я еще даже не знаю, какая она будет. Я даже не знаю, что мы сегодня в Дамбай попадем. Потому что мы планировали на озера, они закрыты оказались, к сожалению, тропы к ним. Ну все, мы были вон там, где-то аж на вершине, за этой горой. Там еще другие вершины, хоть сюда не видно. Потому что мы у подножия стоим. Ну а сейчас мы отсюда выбираемся, друзья. Дамбай, конечно, очень красивое место, красивые горы. И вот я рекомендую побывать здесь, на вершине, чтобы посмотреть на эту красоту. Здравствуйте. Здравствуйте. Что? Как? Как оно? Как вам? Как вам Дамбай? Комент повестал. Дамбай? Ну, разочаровал, честно говоря. Чего? Инфраструктурой своей, организацией всего этого туризма. Ни в какое сравнение с Эльбрусием не идет. И я как будто опунулся, даже не в советские времена, в Крым при Украине, скажем так. А что вам не понравилось именно? Я расскажу в своем ролике о дорогах до Крыма. Сейчас будем ехать еще, чтобы дозаписывать. Ну, виды мне понравились больше, чем на Эльбрусе здесь. Здесь прям ты среди гор стоишь, они рядом так. Здесь считается место силы, так же, как вот у нас меганом. То есть все сюда возвращаются всегда. Вот мы сюда тоже к нему еще вернемся. Все, поехали дальше. Итак, друзья, следующая наша точка, куда мы смогли попасть, это перевал Гумбаши называется. Здесь проходит самая высокогорная асфальтированная дорога Кавказа на высоте 2200 с чем-то метров. И отсюда открывается вид на гору Эльбрус и на Кавказский горный хребет. Показываю вам. Вот он, друзья, смотрите. Это гора Эльбрус. Посмотрите, какой вид. Мы были там, на этой горе, на высоте больше 3000 метров. Поднимались по канатной дороге. А вид со стороны, ну просто завораживает. Еще такие облака живописные. Так, ну и сейчас покажу вам сам Кавказский хребет, который тоже не менее живописен, чем Эльбрус. Вон, смотрите. Какая красота, какие горы. И, кстати, скоро должен быть закат. Не знаю, дождемся ли мы его здесь или нет. Вон, друзья, посмотрите вдаль. Невероятные горы. Ну, в принципе, уже можно сказать закат. Вон там, видите, небо желтенькое. А какие тучи висят. Невероятно. Так, ну и вот проходит та самая дорога, по которой мы сюда и заехали. В принципе, на автомобиле сюда можно легко попасть, друзья. Дорога хорошая. Доедете. Да, вид отсюда на миллион. Так, ну давайте еще немного покажу вам Эльбрус. Самая высшая точка России. Так, камеру плавно переводим. И вот он. Видите, там облако на самой вершине. Чуть закрывает нам вид. Невероятно. Здесь, кстати, немного машин. Людей вообще никого нет. Не сравнить с Донбаем. Там вообще не пройти, не проехать. Красота. Так, ну давайте вам еще покажу все эти горы. Конечно, даже камеру не хочется выключать, друзья. Камера, конечно, вообще не передаст то, что видит человеческий глаз. Вот вам тут тоже нужно побывать именно вживую. Посмотреть на такую природу. Где-то вон там Донбай. Где-то мы там были на одной из вершин. Поднимались тоже только что на канатной дороге. Здесь со стороны что-то напоминающее нашу белую скалу, друзья. Только не белая скала, а такая темно-бурого цвета. Вот. Но очень похоже, кстати. Так, ну давайте еще разочек переведу камеру. Вот в таком ракурсе все вам покажу. Все красоты, все пейзажи. Смотрите, как далеко все видно. Вон, вон где горы аж идут. Там уже тучи, их там дальше не видно. Наверное, они дальше продолжаются. Смотрите на задний план, на горизонт. Это и есть Кавказский горный хребет. Конечно, все вершины, я думаю, Кавказа посетить просто невозможно. Их здесь прям тысячи. Мне тут какое-то поселение здесь раскинулось. Какие люди тут, вот видите, живут. В горах прям. Какое небо. В общем, повезло нам сегодня с погодкой увидеть такую красоту своими глазами. И немного поделиться ею с вами, друзья. Вот, видите, автомобиль, как еду, сейчас покажу вам. Дорога, в принципе, хорошая. На легковой, спокойно, как и мы, проедете. Да, горы, конечно, я обожаю. Что здесь еще сказать? После этой поездки я полюбил горы еще больше. Ну, конечно, Эльбрус вообще невероятная гора. Так, друзья, приблизил на максимум. Качество, конечно, потеряется, но все равно можно рассмотреть будет гору. Вот Эльбрус. Со стороны кажется, что туда очень легко подняться, честно говоря. Но на самом деле это не так. Подъем туда достаточно сложно, если пешком подниматься. Ну и нужна хорошая спортивная физическая форма, чтобы туда делать восхождение. Ну и плюс там после четырех тысяч метров уже идет разряженный воздух. Там мало кислорода. И поэтому за счет этого трудности возникает. Еще есть такая болезнь, какая там называется, горянка или горнянка, когда ты наверх поднимаешься от недостаточного кислорода. От недостаточного кислорода. Ну, в общем, не знаю. Хотелось бы, конечно, побывать на вершине Эльбруса. Я думаю, что однажды и когда-нибудь я это должен сделать. Так, ну, эти горы тоже, видите, приблизил. Поближе вам мере, ну вот так проведу. Мы, кстати, сейчас находимся на высоте 2200 с чем-то метров. Вы представляете? Это выше, чем самая высшая точка Крыма намного. Хотя здесь дорога проходит на такой высоте. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это красота. Так, ладно, друзья, пора выдвигаться нам дальше. Поехали. Замерили мы высоту через приложение. И находимся мы на высоте не 2200 метров, а на высоте 2039 метров. Но все равно это очень и очень красиво. Здесь такое кресло стоит. За моей спиной Эльбрус и горный хребет Кавказа. И уже практически наступил закат. Может, все-таки дождемся заката, я не знаю. Нам еще обратно возвращаться, конечно, далеко. И завтра у нас очень-очень длинная дорога. Ой-ой-ой-ой, как все это преодолеть? Не знаю. Красота. Места, конечно, здесь, друзья, очень потрясающие, красивые. Не знаю, к вам передать все это. Ну, просто невероятно. Тем более для тех людей, которые любят природу, вот в таком нетронутом виде, здесь побывать действительно стоит. Здесь много таких дорог, это вот безлюдных просто. Много таких участков, горы, степи, скалы. В общем, мне Кавказ очень понравился. Я сюда еще 100% вернусь, но уже, скорее всего, не зимой, а когда-нибудь в теплое время года. Чтобы можно было хоть на какую-то гору нам забраться самостоятельно. Хотя здесь горы, вершины гор, они и летом в снегу. Но на трехтысячных, естественно, мы с вами вряд ли полезем. А на какую-то небольшую горку, я думаю, мы обязательно еще залезем в будущем. Поэтому будем к этому стремиться. Но, естественно, я теперь после Эльбруса очень хочу попасть на его вершину. Не знаю, как себя подготовить к такому, возможно. Но очень бы хотелось там побывать. Ладно, давайте еще разочек вам приближем. Здесь немного другой ракурс уже на Эльбрус и на весь этот хребет. Мы ждем, пока солнышко спустится из-за туч и подсветит вот всю эту гряду гор. Мы все никак не можем отсюда уехать, потому что тут очень красиво. Здесь так тихо, спокойно, машины очень редко проезжают. Ну, естественно, прекрасные виды. Хочется по максимуму посмотреть, полюбоваться самим такой красотой. Потому что непонятно, когда еще мы сюда вернемся. Но я сюда еще точно вернусь, на Кавказ. Потому что мне понравилось. Ну и плюс здесь огромное количество мест, которые хотелось бы посетить. Но за пять дней все это посетить невозможно. Вот, друзья. Как красиво. Какая шикарная природа. Так, ну, можно сказать, уже закат. Там видите, все равно дымка на горизонте. Солнце полностью никак не пробьется сквозь тучи. Нереально. Все такие облака висят, смотрите. Такой необычной формы. Ну что, как вам природа? Напишите в комментариях, как вам все горы. Так, давайте вот так чуть небо еще подсниму. На фоне гор. Мы где-то вот здесь были. Вот в этих горах. Донбай где-то там, если не ошибаюсь. Да, сказка. Настоящая сказка. Так, ну что, друзья, все. Поехали. Перемещаемся уже в завтрашний день с вами. Хотя завтра мы только, наверное, весь день потратим на дорогу. Поэтому, наверное, уже в послезавтрашний. Для вас пройдет секундочка времени. Для нас пройдут сутки. Но ничего страшного. Все, погнали дальше в наше путешествие. Мы уже переместились в другую локацию. Мы сейчас едем в Кармадонское ущелье. Можно сказать, мы уже в нем. В то место, где произошли трагические события. Там, где погибла съемочная группа с знаменитым актером Сергеем Бодровым. С гор в те дни сошел сель. И получается, он смыл все на своем пути. Тогда пострадало очень много людей. В общем, сейчас мы проедем по ущелью. Покажу вам само ущелье. И, естественно, посетим конкретно то место, где установлен памятник. На нас там еще остановились? Напротив сели? Что? Не знаю, езжайте, если на нас что-то упадет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Ну и мы прибыли в это местечко, где установлен памятник. тут вот собачка какая-то обитает никонор чей уже насыпал корма но на что-то неохотно его ест посмотрите сейчас здесь проходит новая дорога я как понимаю здесь на пути встречается множество тоннелей скорее всего старая дорога вела как я конкретно через вот такие тоннели в горах сейчас дорога вот ведет можно сказать по руслу реки новенькая ну вот друзья такой здесь памятник вот он сергей бодров изображен на нем написано мы узнали в чем сила брат сила в единстве а съемочную группу так не нашли получается под завалами все вместе были по моему на двух автомобилях они были и еще часть были на лошадях то есть винди там еще 3 под коня арт бобыль и алан собачку нам накормить не удалось потому что она даже собачий корм не ест и так друзья вот такое место здесь такой памятник сделали есть человеку пришлось умереть то тот кто его любил не перестанет любить села сергея бодрова ну и вот съемочная группа которая также здесь присутствовал в то время друзья которые также по погибли здесь но честно сказать по ущелью было ехать страшновато особенно во время того как начался камнепад можете вот у никонорыча в видео посмотреть как мы там проезжали этот участок ну и вот такие тоннели друзья внутри заходить не буду потому что сверху видите тоже висят пласты просто этих скал камней возможное обрушение поэтому рисковать не будем в таких местах 20 сентября 2002 года в северной осетии произошла одна из самых трагичных природных катастроф века сход ледника колка в результате которого под миллионами тонн камня льда и почвы погибли полторы сотни человек в том числе сергей бодров младший его съемочная группа все произошло практически мгновенно как взрыв сравнимый по мощности и масштабам последствий с ядерным с восточного трога горы джимара на высоте четыре тысячи триста пятьдесят метров сорвалась огромная объемом около 8 миллионов кубометров глыба льда она упала в ложе ледника колка и спровоцировала срыв всей находящейся в ней массы лед и камни лавиной пошли вниз через несколько минут поток снес линию лэп в кармадоне это помогло установить приблизительную скорость потока масса из льда камней и грязи объемом порядка 130 миллионов кубометров двигалась со скоростью около 200 километров в час сорвавшийся ледник засасывал под себя в воду в воздух камни и двигался будто поверх воздушной подушки направление потока задали ограничивавшие его горные хребты в какой-то момент чудовищное цунами ударило в кармадонские ворота место где отвесные скалы сжимают широкое ущелье в узкую теснину теснина забилась льдом и камнями ниже нее по течению рек геналдон и гизельдон сторону владикавказа двинулся грязевой селевой поток уже с меньшей но все еще убийственной силой его скорость составляла около 100 километров в час официальным данным в результате схода ледника погибли 19 человек еще 106 числятся пропавшими без вести в том числе 42 члена съемочной группы сергея бодрова младшего которые вместе с ним работали северной осетии над фильмом связной на настоящее число жертв неизвестно никому ледник стер в порошок несколько бас отдыха в долине реки гизельдон куда тем вечером как раз была пятница приехали туристы дорога через кармадонское ущелье никогда не было пустой это был самый короткий и удобный путь из многих горных сел до владикавказа сергей бодров с коллегами после съемочного дня тоже ехал по ущелью в сторону столицы республики ледово-каменный вал высотой доходивший до нескольких сотен метров накрыл их в пути и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После ущелья мы отправились в Дарганскую долину к городу мертвых Там, где захоронены потомки одного из древнейших народов Аланы Ой, я же запыхался, мне уже воздуха не хватает в горах Вот какая дорожка ведет И, друзья, какие тут пейзажи, ну просто выгляните Представляю, как здесь красиво весной, когда все вот эти вот горы, подножие тут все зеленеет Нереально С одной стороны скалы, можно сказать, без снега Со второй уже идут горные вершины, покрытые снегом Ну а мы сейчас будем уже спускаться вниз Тут такой перевал тоже 1900 метров получается Дорога проходит, но она уже не асфальтированная, а обычная грунтовая Там, я вон вижу, вдалеке протекает небольшая река Но виды прям впечатляют Скала такая высокая Ну что, пойдемте смотреть город мертвых Там, где захоронены Аланы И, кстати, вот осетинцы считают себя потомками как раз-таки этого древнего народа Но чуть попозже расскажу вам о них подробнее Все, спускаемся вниз, но не мог не показать вам такой пейзаж Невероятно, друзья Здесь такая тишина, такое здесь спокойствие в горах Ну просто не передать вам Едешь и любуешься всей этой красотой Здесь каждый участок дороги вообще, по идее, нужно снимать Потому что, ну он очень живописный Хотя я там столько уже дорог на снимал Мне кажется, у меня только одна дорога в видеоролике будет Ладно, поехали к городу мертвых И после уже города мертвых мы отправимся на ночевку во Владикавказ Там останавливаемся на ночевку И завтра уже выезжаем на Каспийское море Ну, возможно, еще сделаю небольшую экскурсию по самому городу Если будет время, посмотрим Либо вечерний город поснимаю Все, друзья, поехали Здесь, конечно, прям красиво масштабы Камера, жаль, не передает Такие высокие горы Такие просторы здесь Красота А какой воздух, друзья, горный И мы реально не надышаться этим воздухом Мы добрались до города мертвых Видите, в древности вот в таких, можно сказать, склепах делали захоронения Сейчас пройдемся, посмотрим Ну, на входе написано, что снимать мумии запрещено А вот эти вот, в принципе, склепы снаружи снимать можно Еще вверху башенка стоит Мы обязательно к ней поднимемся тоже Еще хочется отсюда фотографий наделать Место довольно-таки интересно И очень древнее Но, в принципе, до него ведет хорошая дорога Поэтому без проблем сюда доедете Мы вот на легковой машине На Шкоде Доехали с легкостью В Крыму дороги по убитии будут Я вам так скажу Тот же перевал Из Приветного Белогорска Там вообще дорога убитая Так, а как нам выстроить свой маршрут? Давайте снизу пойдем И будем постепенно подниматься вверх Ну, конечно, в такой долине расположено Вот я вам сверху долину показывал эту Сейчас мы спустились Внизу протекает река Гизельдон Но сейчас она, видите, не особо полноводная Хотя, судя по руслу В сезон паводков она довольно-таки большая становится Но сейчас снег в горах еще не тает Хотя на улице сегодня плюс 15 градусов Снег в горах лежит В горах там мороз Горы здесь, друзья, высота 3000 метров над уровнем моря Чтобы вы понимали Практически все вершины, которые вы видите в кадре Высоченные, конечно Так, ну, давайте пройдемся Посмотрим на это все Я вам скажу, друзья Очень необычно вот так путешествовать Это вообще мое первое какое-то такое дальнее путешествие Я так далеко еще никогда не уезжал Именно чтобы вот путешествовать конкретно Чтобы где хотел, там и останавливаешься Поэтому мне безумно нравится Я люблю путешествовать Что я могу вам сказать Это очень круто Так, ну, вот так выглядят Получается склепы Ну, видите, здесь вообще очень мало людей Я, наверное, единственный посетитель здесь Кстати, вход платный Стоит 100 рублей на территорию Охраняется законом все это И повреждения тоже караются по закону, друзья Поэтому, если будете тут Просто аккуратно посмотрите Ничего не разрушайте Да, взгляните Вот в каждом таком домике захоронения Там лежат мумии Древнего оландского народа Получается Ну, кстати, я отсюда фотографии Давненько даже видел в интернете Но никогда не мог подумать Что я сам здесь когда-то окажусь Потому что для меня это что-то из области Фантастики Вообще каких-то других стран Потому что я в Инсте это все наблюдал И не знаю Никогда не думал, что живьем все это увижу Вот так, друзья, это все выглядит Так, ну, нужно тоже наделать фотографии И отдельно в телеграм-канале И вконтакте, в группе Написать статью, я думаю Про это местечко Так, ну, давайте прямо вот так Прямо пойдем К этим домикам Вот так они выглядят Домики, говорю Склепы вот такие Так, ну, хочется ракурс сверху еще Посмотреть На весь этот городок мертвых И на долину Так, друзья, ну, мумии реально не буду снимать Они лежат, в принципе, через окошко Их можно было бы снять Но не буду Очень необычно Видите, как они строили Ну, в принципе, строили из горных пород Из горных камней, которые вот они С гор падали, скорее всего Вот и плоский камень, видимо, обработанный И обычные вот камни Они Что мне вообще дышать тяжело здесь, друзья Честное слово-то говорю Я никогда не думал Даже не мечтал, что смогу Здесь оказаться Выехать так далеко От Крыма Просто в путешествии Конечно Эмоции мне не передать Я не знаю, получится ли у меня там Как снять какой-нибудь видеоролик Смонтировать Потому что я в основном Хожу и все это наблюдаю глазами Очень мало снимаю Потому что и местности не знаю Но надеюсь, что-то удастся мне смонтировать И показать вам хоть немного Да, друзья Захоронения видны прям Сейчас вот эти окошки Внутри Так, ну Хочу подняться к башне И сделать Несколько Качественных фотографий С этого места И Ощущение, как будто мы Вообще в какой-то другой стране Скажу, не в России А где-то вообще за пределами Не знаю, как Как это вообще объяснить Но мы в России, друзья Здесь очень красиво Скоро закат солнца уже будет А еще хотя ущелье на обратном пути поснимать А мы еще жилье даже не забронировали Во, в этой Кавказе Поэтому нужно выезжать По Ранчинам Здравствуйте Друзья, почти добрались до башни Сейчас вам виды оттуда Покажу Ну, вот такой он Город мертвых Все, включаюсь на камеру от первого лица И уже после башенки там включусь Ну вот, видите, вот такая башня Здесь возвышается над этим городом мертвых В окружении гор С этой стороны горы С этой стороны горы все заснеженные Друзья, показываю вид вам на эту долину Еще разочек Вот там дальше какой-то поселочек даже находится Вы видите, где люди живут В каких местах Просто в окружении гор Вот Такие места И вот оно, русской реки Проходит внизу Можно видеть эту реку Так, ну давайте дойдем до башни Тоже фотографии сейчас поделаю Так, заходите в мой телеграм-канал Ссылочка будет, друзья, внизу Под этим видеороликом В закрепленном комментарии Там почитаете и статьи И посты, которые я напишу Ну, надеюсь, вам будет интересно Это прочесть все Ну и фото, естественно, посмотреть Там не только этого места Там я уже выставил фото С горного кавказского хребта Мои первые впечатления Описал там Слушайте, довольно-таки высокая А вход, интересно, есть в нее? Я пока не вижу никаких дверей Но вверху он есть окошки А, тут, видите, она уже немножко покосилась Даже фундамент Да, друзья, вот отсюда есть вход Скорее всего, это тоже усыпальница Но внутри снимать не буду Вот как выглядит Всего здесь 97 склепов И в общей сложности в них похоронено Более 10 тысяч человек Не все усыпальницы одинаковые Есть с высокими крышами на каменных фундаментах Есть с плоскими, наподобие традиционной кавказской сакли Есть домики-землянки с маленьким узким лазом Никакой планировки в размещении Все дома мертвых размещены хаотично Образуя кривые улочки и извилистые переулки В каждом каменном строении есть свой вход Узкое отверстие, как правило, квадратной формы Раньше оно запиралось специальными деревянными ставнями Но сейчас дерево истлело И через проход хорошо видно все то, что находится внутри Эти захоронения вызывают не ужас, а скорее почтение и уважение А на одном из склепов над входом можно прочесть своеобразное послание предков Сделанное красной краской на осетинском языке С любовью смотрите на нас Мы были такие, как вы Вы будете такие, как мы Эти слова, дошедшие до нас сквозь века, поражают воображение Но главный вопрос, который появляется у каждого туриста Которые посещают Даргваз Как так получилось, что останки людей не стали хоронить в земле А предпочли построить монументальные высокие склепы На этот вопрос отвечает печальная легенда Которая просто обязана быть у такого места Давным-давно в селение, которое располагалось на дне ущелья Пришла же девушка Была она красоты столь неописуемой, что мужчины оставили все свои дела Начали биться за право взять красавицу в жены Дело дошло даже до убийств и первой крови Чтобы остановить кровопролитие, девушку отвели на суд старейшин Но у почтенных старцев при виде затмевающей солнце красоты незнакомки Загорелись глаза и они начали спорить друг с другом, забыв про приличие Тогда женщины деревни решили изгнать незнакомку, объявив ее ведьмой Но мужчины не захотели отпускать красавицу И после долгих размышлений решили лишить ее жизни, чтобы она не досталась никому Однако после смерти девушки Бог прогневался и наслал на деревню смертельную болезнь Когда умерших стали зарывать землю, то она не захотела принимать останки Выталкивая их на поверхность Поэтому жителям деревни пришлось строить склепы Мы уже в республике Дагестан Приехали сюда на Сулатский каньон Это, можно сказать, большой каньон России Сейчас идем на смотровую площадку Конечно, погода сегодня немного подвела Туман у нас, дожди и похолодало В общем, не знаю, будет ли виден вообще этот каньон с этой рекой Но на фото в интернете выглядит очень красиво Сейчас постараемся вживую отыскать эту локацию И, естественно, показать ее вам Холодно! Я уже соскучился по Крыму Очень хочу, друзья, в Судак, в Крым, там тепло Но у нас еще одна финальная точка Либо сегодня, либо завтра Это Каспийское море Добраться до него поскорее бы И потом уже можно смело ехать в Крым Ну, в общем, вот так это выглядит местность Похожа на какой-то карьер, честно говоря Но сейчас будем искать ту самую точку Ту локацию, с которой должен открываться красивый вид Ну что, друзья, добрался я до каньона Здесь тоже есть такая скала, которая называется Язык Тролля Вот она, но проход на нее закрыт Потому что, скорее всего, возможны обрушения и падения Я бы очень хотел фоточку вот на этом месте Каньон реально такой огромный И внизу протекает, смотрите, какая зеленого цвета прям река Река так и называется Сулак Видите, вверху туман Мы пока сюда ехали, по верхней дороге, получается, прям в тумане Такой густой туман был Я думал, что никакого вида мы не увидим Но вот так выглядит, друзья, этот каньон Я сейчас хочу еще прокатиться на катере по этому каньону Если катера работают в это время года Потому что сверху вот мы немного посмотрели К сожалению, все точки, с которых можно посмотреть Они не открываются, там вверху туман Мы чуть пониже тумана спустились И вот такой вид Нереальный просто Там находится Сулакское водохранилище Видите, там дамба прям стоит Так, вон внизу как-то там машины едут Как они попали на ту дорогу, мне интересно Видите, вон машинка едет Там бы прокатиться тоже было бы, я думаю, круто Ну что, пойдемте, наверное, искать, друзья Экскурсии на катерах по этому каньону И прокатимся уже по реке Если они работают, еще раз напомню Если они не работают, то поедем уже на Каспийское море Купаться в Каспийском море Но очень, конечно, красиво, живописно Жаль, солнышка еще не хватает нам Вот такие прекрасные места здесь существуют Очень много, видите, орлов Парят здесь Такие громадные Так, на меня не нападешь, я надеюсь Вот он летит, смотрите Похоже на белоголового сипа Как у нас в Крыму летают Такие же Так, друзья, ветер очень сильно еще поднялся Давайте быстренько еще вам покажу Вот так Этот каньон чуть приблизил его И все, пойдем искать экскурсии на катерах Хоть бы они сегодня работали Красота, конечно, неимоверная Не знаю, камера вряд ли передает такие масштабы, которые здесь Я вижу своими глазами Но он реально такой глубокий Этот каньон Еще одну точку на карте ставим Мы посетили Сулакский каньон Место, конечно, действительно восхищает своими масштабами И вот эта река, которая снизу Все, быстренько теперь отправляемся отсюда В поселочек так называемой Дубки И оттуда уже можно якобы заказать экскурсию на катере По этому каньону Хоть бы они сегодня работали Потому что я очень хочу побывать в этом каньоне Проплыть по вот этой реке Решил немного спуститься пониже Чтобы отсюда еще ракурс посмотреть Давайте глянем Тут прям уже обрыв Не огороженная такая территория К краю страшно подходить Воу-воу-воу Смотрите, какая река Какой цвет у нее Прям такой изумрудный Ну вот внизу проходит дорога Откуда она ведет, я вообще не пойму Потому что там все Там горы, дороги дальше нет Возможно, заворачивает куда-то туда Вон какое-то здание еще снизу Поздравляю вас и себя Нам все-таки удалось добраться до самого этого каньона И сегодня даже отправимся на катере Передвигаемся мы на вот таком джипе Патриот И здесь уже посмотрите, какая у нас красота Уже совсем скоро мы на катере отправимся По вот этой реке, которая проходит в каньоне Река Салак Здесь расположены, видите, дамба гидроэлектростанции Виды, конечно, друзья, сумасшедшие Представляете, что вокруг нас здесь Ну, я рад, что в зимнее время мы нашли человека, который нас отвезет Я, кстати, вставлю его в инстаграм Можете зайти, подписаться, посмотреть Если здесь будете, то заказать также экскурсию Ну, нереально Смотрите, сколько воды Такой цвет прям у нее насыщенный Так, ну, а мы едем еще дальше Я вижу, что там впереди катера стоят Красота Так, друзья, добрались еще до одной смотровой площадки Называется «Золотая подкова» Ну, почему подкова, думаю, вы видите В фарме подковы Вид, ну, просто сумасшедший отсюда Вот такой огромный каньон Так, уже хочется поскорее к реке добраться Ну, и побольше вам показать этих мест Жаль, что не солнечно сегодня Мы прибыли до места Нашей отправки по реке Так, проходите Проходи, проходи Так, а мы в ту сторону пойдем, получается Да, наверх Все, красота Так, ну что, друзья, готовы Мы отправляемся в небольшое, так сказать, речное путешествие По Сулакскому каньону По реке На вот таком катере Ну, естественно, буду вам показывать виды, которые будут открываться Потому что побывать здесь В Сулакскому каньоне И не поплавать на реке Это для этого приезда в плене Поэтому Справляемся Вот такие пока виды у нас Вокруг скалы Мы проезжали по такой дороге Высокой и опасной Реально было страшно ехать И ветер ледяной Ну, мы сейчас отправляемся в самые красивые места Все буду вам первого лица уже показывать Отчаливаем Конечно, я вам скажу Места действительно потрясающие Вид сверху, ну, вообще нереальный Большой каньон России Я так прозвал это место Вообще называется Сулакский каньон Находится вот оно В Дагестане И прям дух захватывает От таких мест Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас мы будем заходить уже В такое самое красивое место Где с двух сторон будут, друзья Обрывистые скалы, горы Вот там будет прям шикарно Ну и русло реки идет Как такое извилистое Как змея ползет как будто Сейчас с высоты смотреть Ну, вы сами видели то место Где была подкова Так, ну, нам нужна скорость Побыстрее, мне кажется А то я здесь замерзну Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ну, скорее, это для туристов или реально можно пить? Да, у нас лучше рекомендует. Так, ну, друзья, надеюсь, что это правда. Сейчас мы попробуем реки, ой, воду из реки. Тут, видите, прям источник, я с него буду набирать. Он реально из скалы прям бьет. Давайте! Я не дотянусь до него. Все, друзья, набрали. Так, и она прям веселая. Ну, если я умру, друзья, знайте. Ротовирусом, в принципе, я уже переболел вчера. Ну, вроде питьевая. Попробовали. Надеюсь, жить буду. Она прям из горы бежит, да? Орлов столько много, слушайте. Друзья, орлы летают. Вообще шикарно. Вот возле этого дерева источник. Будете здесь тоже попробовать и водиться. Если ролик вышел, я жив. Раньше был такой грецкий орех. Дерево грецкий орех было, говорят раньше. Так, ну что, мы обратно возвращаемся. Мне прям безумно понравилось. Очень крутейшее место. Вот и подходит к концу наше путешествие. В принципе, я посмотрел на все то, на что хотел. Я увидел Эльбрус. Увидел Кавказский горный хребет. Увидел самый большой этот Сулакский каньон. И финальная точка моего путешествия. Это, друзья, Каспийское море. Мы сегодня здесь. Я хотел нырнуть в море, но, посмотрите, на море шторм. Не знаю, как быть, но мы обязательно должны это с вами сделать. Но, скорее всего, завтра утром перед отъездом. Мы сегодня здесь ночуем, в Махачкале. И завтра уже выезжаем обратно в Крым. Честно сказать, я очень соскучился по Крыму. Там уже все цветет, подснежники. Наверное, я уже и миндаль зацвел. В общем, Крым, жди, я скоро вернусь. Наверное, если ролик вышел, я уже вернулся, друзья. Вот так выглядит Каспийское море. Сейчас вам покажу вид от первого лица, друзья. Но море, оно всегда прекрасно. Какое бы оно ни было. Эх, погнали, посмотрим на море поближе. Вот так, можно сказать, грозно встретило сегодня меня Каспийское море. Но, согласитесь, тоже очень красивое во время шторма. Я думаю, любое море будет красивым, когда штормит. Тем более, я обожаю шторм на море. Наверное, и в Крыму у нас тоже штормит. Потому что я на возить читал, там все-таки тоже небольшой шторм. Но купаться сейчас что-то мне не особо хочется, друзья. Потому что волна приличная. На камере она, конечно, не передается. Но, реально, волна такая хорошая здесь. Ну, море такого серого цвета. Пляжи здесь, как вы видите, песчаные. Такие большие, протяженные. Вон, друзья, широкие. Я не знаю, сюда летом приезжают отдыхать вообще люди или нет. Потому что, ну и я живу в Крыму, там постоянно черное море, черное море. Здесь Каспийское. Кто отдыхал на Каспийском море, если вдруг у меня есть такие зрители, напишите, где отдыхали. Понравилось вам или не понравилось. Такое же соленое это море, как черное, я тоже не знаю. Но выглядит здорово. Чаек тут прям много летает. Эх, друзья, красота. На море можно смотреть бесконечно. Я еще хотел искупаться. Но, скорее всего, перенесу свое купание завтра на утро. Потому что сегодня такие волны большие. Может завтрак утро успокоиться. И одному как-то страшновато нырять. Так хоть рядом, если кто-то будет. Никонорычу камеру дал, чтобы он со стороны подснял, как я буду нырять. Ну, круто искупаться в каком-то другом море. Я купался в Азовском, в Черном и теперь в Каспийском. Остановились, друзья, мы здесь недалеко. В квартире, в Махачкале. Дальше уже не стали никуда ехать. Можно еще было в Дербент поехать. Там тоже очень красиво. И много интересных мест. Но, видите, погода как испортилась. И обещают на две недели вот такую погоду. Дожди, снег, морозы, ветер, серость вот эта. И решили мы ехать в Крым. Так, может быть, еще и дальше заехали куда-нибудь. Но, в принципе, я уже, честно говоря, подустал от этого путешествия. Оно выдалось затяжным. Я планировал дней 5-7 на это путешествие. Но уже сколько? Уже дней 10, я думаю, мы едем по России. По каким-то локациям. И расстояния преодолеваем очень-очень большие, конечно. В дороге сильно устаешь. Так, ну что, друзья, посмотрели на Каспийское море. Я предлагаю нам перемещаться, наверное, в завтрашнее утро. И я отправлюсь нырять. Для вас проходит одна секунда. Для меня целый вечер. Ныряем. Ну что, в эфире Вестник Каспия. Александр достиг конечной точки нашего путешествия. Ну, зайди нырять, друзья. Как не хочется нырять? На улице холодина? На улице около ноля. Море где море? Нет, море теплое. Как море теплое? Темное, холодное, извините. Вода из Ирана. Все, давайте. Конечно, можно в каком-то море купаться, а не в черном. Еще и волны какие. Волна сегодня, да, хорошая. И я должен найти, где это сделать. Так, горизонт вы, конечно, не выровняете. Да, горизонт тебя уже завалил. Так, ну что? Все. Други назад нет. 1250 километров до Крыма. Каспийское море. Все, идем нырять. Так, ну, поле пошло. Внимайте. Памяти хватит. Памяти хватит, конечно. Памяти хватит. Памяти хватит. Да, может сейчас она оборваться. Памяти хватит. Памяти хватит. Памяти хватит. Памяти хватит. Памяти хватит. Как раз для того, чтобы ехать назад, нужно сделать то, зачем мы сюда приехали. Вот так вот. Памяти хватит. Честно? Вообще не хочется. 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 Хочется, хочется. Ну что, я пошел. Действительно, не штрафуют. Я надеюсь, что штрафуют. Это тоже контент. Все, погнали, короче, в море Пойдет? Пойдет Вы пойдете и все, пойдет Ну, блин, пойдет Ну, что, друзья Мы это сделали Каспийское море 1250 километров До сюда, от Крыма И мы идем нырять В эту ледяную Холодную воду Но ради этого мы и приехали Шторм еще такой Я далеко заходить не буду Потому что море для меня неизвестно Я боюсь, что меня унесет Быстро окунаемся И едем в Крым Все С вас, друзья, лайк За это путешествие Напишите свой, естественно, комментарий Ну А я А я Ныряю Следующий, ладно Все Что-то кричит Наверное, на помощь зовет Ну, все, друзья, мы это сделали Каспийское море Тоже нам покорилось Ура Все, быстро Греемся Сушимся И едем В Крым Спасибо за субтитры Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok